С 1 апреля для молодежной среды Славянска-на-Кубани состоялось знаковое событие, которое прошло достаточно тихо, без официальных праздников. В Северном парке города была установлена и запущена точка свободного Wi-Fi доступа к сети интернет. Задача организовать это удобство для граждан ставилась администрацией давно, и наиболее инициативным поставщиком услуги оказалась компания «Мегафон». По завершению наладки проекта руководителей регионального отделения компаний на встречу пригласил глава района Роман Синеговский. Мне приятно, что мы с вами думаем о социальных проектах. Сегодня один из первых наших социальных проектов – это точка Wi-Fi в Северном парке. Это излюбленное место наших горожан. Я уверен, что наши жители будут благодарны, дети, потому что сегодня уже погода такая, солнце светит, будет возможность, молодежи, как они шли, не вылазят с интернетом, общаются. Поэтому нам приятно, что мы в таком ключе поработали, надеясь на дальнейшее сотрудничество не только на выгодных для нас условиях, но и интересных для вас. Глава вручил представителям компании благодарственные грамоты за эффективное сотрудничество. Приглашенные же, в свою очередь, выразили надежду на продолжение партнерских отношений между Славянским районом и «Мегафоном». Администрация очень активно себя вела в реализации этой задачи. Насколько я знаю, что привлекались различные операторы к этой задаче, к этому вопросу. Мы смогли, наверное, опередить всех и более активно запустить эту Wi-Fi-зону сейчас на территории муниципалитета. Славянский Wi-Fi от «Мегафон» можно назвать пилотным проектом для Кубани, так как мы стали первым муниципалитетом края, где он был реализован. Представители компании выражают надежду, что точка в Северном парке будет далеко не последней в районе. Наши абоненты в среднем потребляют 10 гигабайт интернет-трафика. Это самый высокий показатель в стране. И вот этот проект, это как раз проект, направленный на развитие. И я думаю, что вот этот Северный парк, он будет излюбленным местом нахождения для горожан и для нас тоже самым качающим местом в Славянске на Кубани. Мы готовы продолжать и двигаться во все населённые пункты. Пока ещё новость о том, что бесплатно посидеть в интернете можно в Северном парке, долетела не до всех. Даже педагоги и воспитанники волейбольной секции школы имени Симоненко, которые занимаются здесь чуть ли не каждый день, об этом не знали. Установили бесплатную точку Wi-Fi, причём с очень неплохой скоростью. Знаете, я, может быть, догадаюсь, что вот там, да? Нет, вот прям здесь. Нет, без… Мы не пробовали, нет? Мы не пробовали. Компания утверждает, что подключившись к этой точке, одновременно пользоваться мессенджерами сможет порядка 200 человек, и каждому хватит скорости. Когда мы узнали, что Wi-Fi в Северном парке даёт скорость доступа к интернету порядка 100 мегабит в секунду, то засомневались в этом, поэтому решили проверить всё самостоятельно. Единственное условие использования сети – в ней нужно один раз зарегистрироваться. Для этого надо подключиться к сети под названием Wi-Fi Slavinsk Free, запустить страницу в стандартном браузере и ввести свой номер телефона без плюса, после чего совершить звонок по появившемуся на экране номеру телефона. Всё, можно пользоваться свободным доступом. Скорость интернета действительно хорошая – 25-30 мегабит в секунду достаточно для комфортного просмотра роликов. Также мы проверили, какое расстояние покрывает точка. Уверенный приём заканчивается на улице Запорожской. Но и сидя под ивами в парке в районе озера, оставаясь в сети Wi-Fi Slavinsk Free, можно, к примеру, почитать онлайн-книгу. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».